В Крымском федеральном университете прошло заседание инвестиционного совета. На нем подвели итоги реализации четырех проектов, реализуемых в УЗИ по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Сегодняшним заседанием инвестиционного совета мы открываем цикл подобных заседаний в декабре, где каждый инвестиционный совета будем рассматривать по четыре, пять, возможно шесть проектов, которые будут рассмотрены результаты и соответствующие проекты будут призваны и реализованы. В заседании приняли участие и внешние эксперты. Среди них заместитель министра экономического развития Республики Крым Александр Ткаченко. Он отметил, что проекты, реализуемые в Крымском федеральном, важны и полезны для республики. Эта инвестиционная составляющая сегодня является драйвером развития всей экономики. Естественно, те разработки, научные проекты, по которым мы сегодня это обсуждали, они могут стать именно теми прорывными этими, которые мы, как органы власти, будем помогать уже внедрять в сфере реального сектора экономики. По итогам заседания проекты по разработке устройств для механизации процессов прививки винограда, созданию прививочного комплекса, открытию Центра социальной идентификации человека и созданию прототипов цифровых устройств методом реверс-инжиниринга были признаны реализованными. Получены совершенно конкретные результаты, подготовлены либо опытные образцы, либо производственные образцы. По ряду проектов получены уже и доходы в текущем финансовом году. Особо хочу отметить, что целый ряд проектов направлен был на решение задачи импортозамещения, которые, в принципе, успешно решены. Также на заседании были рассмотрены вопросы о внесении изменений в проекты по созданию Центра коллективного пользования лабораторным оборудованием на базе Мединститута и проекта высокотехнологичный студенческий спорт. Решением Совета сроки их реализации были продлены. Каролина Лазарева, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.